Владимир Путин провел в кресле президента 10 лет с 7 мая 2000 года. В середине, правда, был четырехлетний перерыв на Медведева. Россия и Путин вступили в серьезные отношения. Злые языки говорят, что это на всю жизнь. Для супругов десятилетний юбилей считается розовой свадьбой. За это время в США сменилось два президента, в Германии два канцлера, во Франции три президента, в Японии девять премьер-министров, а в Великобритании три. Целое поколение россиян выросло с одним лидером и уже, похоже, не верят в возможность существования другого. Рейтинг популярности Владимира Путина зашкаливает. Во внешней политике он отлично отработал тактику создания буферных зон вокруг России. Грузинские Южная Осетия и Абхазия не вошли в состав РФ, не признаны мировым сообществом, но из-за этого территориального спора Грузия не может стать членом НАТО. Такой же план, судя по всему, осуществляется и на востоке Украины. Тактические заявления и стратегические планы президента Юбиляра сравнила Александра Агиенко. Россия отводит свои войска от границы с Украиной. В годовщину своей второй инаугурации Владимир Путин сделал заявление, которое вряд ли кто-то мог предвидеть 14 лет назад. Тогда было сложно предположить, что бывший глава ФСБ так долго пробудет у руля российской власти. А сама страна изменится настолько, что полномасштабное военное вторжение России на территорию братской Украины будет рассматриваться политиками и аналитиками как один из вероятных сценариев. На ней вся ответственность. Ведь это не мы участники этого конфликта, не мы сторона в этом конфликте. Стороны внутри Украины. Нам все время говорили, что беспокоят наши войска у украинских границ. Мы их отвели. Они находятся сегодня не на украинской границе, а в местах, где они проводят свои регулярные учения, на полигонах. Сегодня популярность Владимира Путина в России невероятно высока. За 14 лет граждане не только не устали от своего лидера, но еще больше его зауважали. Владимир Путин пришел к власти в тот момент, когда страна погрязла в экономическом кризисе. Была проиграна Чеченская война, а граждане устали от нездорового и слишком слабого Бориса Ельцина. Потому обещание мочить террористов в сортирах впечатлило избирателей. Реализация этих ожиданий, надежды на сильную руку, нежелание самим что-то менять. И стал Владимир Путин, который взял к ногтю парламентскую систему, партийную систему. Привел к покорности федеральные целеканалы. А к настоящему времени практически все, кроме маргинализованных изданий, поддерживают политику партии и правительства. Как это получилось? Очевидно, отчасти это выбор наших уважаемых избирателей, которые не отдавали себе отчету, что за такую сдачу ответственности придется платить свободой. Были, конечно, периоды, когда граждане доверяли Путину несколько меньше. Но даже в тяжелые для страны времена, когда погиб экипаж подводной лодки «Курск», произошла серия терактов, в том числе захват заложников в театральном центре на Дубровке, коэффициент доверия к президенту не снижался до критически низких показателей. Во многом свою роль сыграла относительно благополучная экономическая обстановка. Из состояния дефолта страна вышла в богатые нефтедолларовыми нулевые и без больших последствий пережила мировой экономический кризис 2008 года. Тем временем медленно, но верно происходили коренные изменения. Сильная рука отправила за решетку неугодного олигарха Михаила Ходорковского, сменила собственников у телеканала НТВ. Выборы губернаторов заменили прямыми назначениями из Кремля, тем самым регионы потеряли какую-либо независимость. «Государственная дума – это не место для дискуссий», – заявляет спикер Грызлов. «Более того, оппозиция называет парламент структурой, где депутата могут лишить мандата за неправильное голосование». Бесчисленные законы о митингах, НКОГе и пропаганде, блогерах ограничивают все больше и больше права и свободы. К 2014 году вдруг оказалось, что Россия стала иной. Хотя, скорее наоборот, вернулась к истокам. Опрос Левада-центра показал, что в апреле 2014 года рейтинг президента достиг 82%. «Замечательный президент. Дай Бог ему здоровья, чтобы дальше все продолжалось в том сутоке». «За то, что Крым присоединили, ему вообще низкий поклон». «То, что, конечно, его побаиваются, тоже хорошо. Конечно, кто-то, наверное, недолюбливает. Но это, наверное, люди, которые сами, в принципе, ничего не могут изменить. Они довольны нас всегда будут. Поэтому большой привет Владимиру Владимировичу». Теперь вопрос, что будет дальше. И можно ли говорить о том, что какой-то определенный этап в жизни России завершился. И сторонники политики Кремля, и те, кто не согласны с решениями российской власти, говорят о том, что точку ставит рано. Решающее значение в этом имеет ситуация на Украине. Там все очень непредсказуемо. И никто даже не берется прогнозировать, какие решения будут принимать участники этого конфликта. Недавние заявления Владимира Путина о референдуме сторонников федерализации и тому доказательства. Скорее сейчас этап напряженного ожидания в России. Впереди еще четыре года с Владимиром Путиным. Впрочем, минимум четыре. Не исключено, что лидер нации примет решение о том, чтобы баллотироваться в четвертый раз. Еще на шесть лет. Именно таким стал при Путине президентский срок. Это 2024 год. Ему будет 71, совсем немного для главы государства. И вряд ли он решит уйти на пенсию, предсказывают знающие люди. Александра Агиенко, Алексей Матвеев, РТВА, Москва.